Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Все время сравниваю себя с другими, переживаю, что обо мне подумают. Как избавиться от этого? Благодарю. На самом деле есть несколько важных моментов, скажем так. Момент первый, собственно говоря. Да. Заключается в том, что вы себя обесцениваете. Это первый момент. Первый важный и значимый момент. Вы себя обесцениваете и в целом как-то вот... Считаете себя, ну, какой-то вот, знаете, не очень хороший, да, не очень правильный. Может быть, вы считаете себя хуже других и так далее. Это первый момент. Первый момент. В этом случае необходимо заметить, конечно же, обесценивающие тенденции, которые у вас имеют место быть. И эти самые обесценивающие тенденции, отследив их, подвергнуть критике. Критики, что называется, довольно существенные. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что когда человек думает о других, когда человек сравнивает себя с другими в том числе, я бы не сказал, что в этом случае ему, такому человеку, слишком интересна его жизнь. Я бы сказал, что такому человеку вообще неинтересна его жизнь. Я бы сказал, что такой человек не интересуется своей жизнью. От слова совсем. Ну, и его больше интересует то, что о нем подумает и как это довести. Именно поэтому следующим и важным моментом является повышение уровня интереса к вашей жизни. Ну, так, чтобы ваша жизнь была вам интересна. Чтобы вам нравилась ваша жизнь. Чтобы она интересовала вас. Чтобы вы хотели ею жить. Ну, я имею ввиду я имею ввиду своей 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 жизнью. Чтобы вам хотелось хотелось это делать. Чтобы вам было интересно это делать. Понимаете, да? Это вас. Следующий момент заключается в том что в сравнении с другими людьми вы научились у кого-то. очень бы хотелось знать у кого очень бы хотелось знать у кого вы научили научили сравнивать себя с другими людьми. Как вы приходите что-ли к тому что это важно сравнивать себя с другими людьми. и подвергнуть эту историю точно так же критике. Что нам нужно сделать необходимо. Необходимо это сделать. Необходимо подвергать подвергнуть критике то что вы сравниваете себя с другими. с другими людьми. Конечно же это не все. И само собой в процессе работы будут скрыты и другие вероятнее всего особенности проявления и моменты которые необходимы будут также скорректировать. Ну например вполне может выясниться что вы имеете какой-то довольно негативный опыт когда о вас думали думали другие люди. Вполне возможно что вы столкнетесь с тем что у вас есть некоторая предрасположенность предрасположенность драмированность к этому. То есть вы столкнетесь с тем что довольно часто называется травмированность. что это за травмированность и как с ней обратиться и как ее корректировать можно будет точно так же рассмотреть на психологической консультации. Вы пишите как это вы избавиться и я думаю ответ здесь может быть только один. Никак. Не нужно избавляться от того что вы себя сравниваете с кем-либо. Качество это свойство точнее человека. это естественное свойство нормальное свойство и ничего делать с ним не нужно. Но вот сделать так чтобы эта функция точно так же как и другие функции занимала свое место это более чем реально это более чем необходимо. Для этого нужно работать. Для этого вам желательно пойти в психотерапию. пойти на терапию и заняться собой своим психоэмоциональным здоровьем. Вот. И тогда я думаю все будет у вас потихонечку нормализовываться. здесь следует отметить что психотерапия работает по накопительной то есть эффект от нее накопительный а не моментальный результат и рассчитывать на мгновенный результат было бы не совсем корректно. Что само собой не отменяет того факта что какие-то важные вещи вы сможете пережить уже на первой беседе. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого хорошего.